Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать вас! Спасибо, что пришли! Спасибо, что Всевышний дал нам сегодняшний день! Спасибо, что в Руссалиме дождь, очень классно! Дождь, туман, спасибо, что мы утром проснулись! Надо очень важно... Спасибо! Чем больше ты в день говоришь спасибо раз, тем тебе лучше! Чем ты меньше говоришь спасибо, тем тебе хуже! Есть вопрос, на чем ты акцентируешь свое внимание? И что является центром твоего осознания, да? Если ты прямо осознаешь и ищешь, что у тебя хорошо и за что ты благодарен, то тебе, конечно, ты наполняешься радостью, шалом всем шалом и шаломом! И именно об этом, об этом, вот сегодня говорит вот эта идея первая Любовического Рэба обретение неба на земле. Как обрести небо на земле? Вот представляете, как обрести небо на земле? Кстати, сегодняшний урок и вся эта неделя, она посвящена поднятию души Моши Бен Пинхас. Моши Бен Пинхас, и чтобы была его нишима... Сторура Бен Нишимота Хаим. Говорят, чтобы его душа была в связке с душами живых. Так говорят, как так? То есть человек ушел уже из этого мира, а когда его вспоминают, говорят, чтобы душа была в связке с душами живых как-то. Так вот, когда человек связан со Всевышним бесконечным, он всегда живой, хоть он здесь, хоть он там. Когда человек не связан со Всевышним, он всегда мертвый, даже если тело его здесь, но он не подсоединен к источнику жизни. Понятно, да? Почему так говорят? Так вот, идея Любавческого Рэба, которая называется «Обретение неба на земле». Как обрести небо на земле? И он говорит такую вещь, что в Талмуде есть такая история, что четверо вошли в райский сад. Ну, вы знаете эту историю. Один умер, один сошел с ума, один вернулся и стал еретиком, да? То есть, отошел от Торы, и только Раби Акива написано «Вошел с миром и вышел с миром». И он тут обращает вот это внимание на слова, на которые я никогда раньше не обращал внимания. Почему Раби Акива вернулся с миром? Почему? Потому что он вошел с миром. Вошел с миром и вышел с миром. То есть, нехнас ли шалом, вы отца ли шалом. То есть, у него был шалом внутри. И вот это вот главная цель духовного и физического здоровья человека – установить внутри шалом между душой и телом, между желаниями и возможностями, между ожиданиями и принятием и так далее. То есть, когда вы достигаете внутри шалома, то это как раз вы попадаете в рай на земле. И Раби Акива, значит, почему он вернулся из того рая, когда он ушел туда в духовное путешествие, находясь еще на земле. Из-за того, что он уходил туда в шалом, он был в шаломе, он вышел оттуда. А у остальных, у каждого была какая-то, например, тот, кто умер. Мы можем сейчас предположить. Тот, кто умер, у кого прервалась связь между ним и его телом, он не хотел, значит, жить здесь. Это был Бен Зума в Бен Азай. Два была, которые один из них умер, один сошел с ума. Значит, можно предположить, что тот, кто умер, он ушел туда. И, значит, ушел он туда, он не хотел здесь быть. Да, они оба, кстати, они были оба неженаты. Им обоим этот мир не нравился. Тот, кто вернулся и стал сумасшедшим, то тоже можно предположить, что у него не было шалома внутри, потому что он уже был в состоянии чуть-чуть, наверное, невосприятия этого мира, такого спокойного. И когда он ушел туда в райский сад, то когда он вернулся, то, возможно, у него обострилась его вот эта вот внутренняя борьба, которая характеризует людей, которых называют сумасшедшими, неадекватными. То есть у них в их внутреннем мире, в их системе мышления происходит какой-то сбой. Теперь третий стал еретиком или шабы навоя, правильно. Значит, почему он стал еретиком? Он и был еретиком. То есть у него изначально был вот этот вот корень, который человека отталкивает от Всевышнего. И главный корень, который человека отталкивает от Всевышнего, это гаова, гордость, самомнение, гордость, эго. И из-за того, что он был очень великий мудрец, то у него не было шалома. То есть он знал, что надо быть скромным, знал, что есть Бог. Но, очевидно, у него был уже какой-то сбой, который, когда он ушел туда в райский сад, он только обострился. И только Раби Атива, который вошел с миром и вышел с миром. У него он и тут был с миром, и там с миром. И даже его, когда в конце римляне разрывали на части металлическими крючками, Раби Атива, он радовался, принимал ситуацию и говорил, вот мне повезло. Спасибо Всевышнему. Он говорил, я всю жизнь в Шмай-Сраэль говорил, возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всей душой твоей и всеми силами твоими. И возлюбить всей душой это быть готовым умереть за Всевышнего. А он говорит, ну нельзя же искать такие ситуации. А вот меня ситуация нашла. И я, значит, слава Богу, вот я так рад, что я сейчас ухожу из этого мира, освящая имя Всевышнего. То есть представляете, какой у него был уровень шалома и принятие всего, что с ним происходит, что даже в момент, когда его убивали, он был вообще в кайфе в таком. Вот это вот уровень, да? Это называется обретение неба на земле. Конечно, лучше, чтобы не убивали. Но есть люди, которых и не убивают, и у них все хорошо, а у них не то, что шалома нет, а у них просто и они в депрессии, в истерике и так далее. Хотя у них все есть. Все, посмотри, радуйся. Спасибо, 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 спасибо. А он себе нет, вот нет у меня шалома и все. Шалом это шлемут. Шлемут это когда у тебя все есть. Хорошо, дальше мы, сегодня мы изучаем как раз в кульминационной идее, когда Всевышний вывел евреевский народ из Едипта, чтобы дать Тору. Вот здесь мы видим как раз все архетипы всех ситуаций, которые случаются, когда ты начинаешь служить Всевышнему. То есть здесь мы видим прям конкретно все бонусы и все проблемы. Все бонусы и все проблемы. Доброе утро, Раиса Васильевна. Значит, смотрите. И сказал Бог Моше, говоря, слышал я жалобы сынов Израиля, которые они тебе говорили. Значит, услышал им. Что они говорили? Нет у нас еды, нет у нас... Зачем мы ушли? Так нам было хорошо в Египте. Жалобы. Бог говорит, хорошо, я услышал жалобы. Все, я услышал. Значит, скажи теперь им, что между, в сумерти, да, вечером будет у них мясо кушать, а утром будет у них хлеб и узнайте, что я Бог Всесильный ваш. То есть он говорит, я вам дам вот просто с неба вечером мясо, это самое, утром будет хлеб, который появится, чтобы вы знали, что Бог вас ведет. Вы до сих пор не поняли, что Бог вас ведет, сделал для вас 10 казней, раступилось море, уничтожил фараона с его армией, который за вами гнался. Все, что вы опять волнуетесь, что вы постоянно в жалобах. Значит, и что дальше произошло? И был вечер, и было вечером, как Бог говорил, и вдруг налетели перепела. Перепела такие птицы, жирненькие такие, как маленькие курочки, раньше пишет, очень жирные они были, эти перепела. И появилось потом утром такой, как слой росы. На поверхности пустыни была роса, сверху лежали какие-то такие зернышки, очень красивые, такие полупрозрачные, и сверху еще один слой росы. Все, это было то, что называется ман. И увидели на Израиле вот эту всю историю, которую никогда они до этого не видели. Это были полупрозрачные зернышки, такие маленькие полупрозрачные зернышки. И они сказали, сказали они друг другу, значит, ман, это ман. Почему такое название, непонятно. Не знали они, что это, поэтому они назвали ман, потому что он с неба, так они сказали. И это Бог дал, и сказал им Маше, это хлеб, который дал вам Бог для еды. Все. Значит, и дальше он им говорит, смотрите, вот здесь мы учим очень важный закон. Всевышний каждому дает ровно столько, сколько ему нужно. Всевышний, он точно знает меру каждого, сколько ему конкретно нужно для нужды его тела и для нужды его души. Всевышнего интересует цельная картина, и он человеку дает конкретно следствие, плоды всех его предыдущих поступков, учитывая все параметры всех его там предыдущих воплощений души и так далее, и он ему дает каждому столько, сколько нужно. И точно так же ман этот выпадал. Значит, Моше им говорит, зе давар ашет сива ашем, это вещь, которую приказал Бог, собирайте от него каждый человек по омеру, это такая, ну, баночка такая, омер, баночка, мера, по мере для каждого человека, который есть у вас в семье. То есть даже те, кто не выходили, дети маленькие и так далее, старики, для них собирали, те, кто выходили собирать, сделали они и собирали, кто много собирал, кто мало собирал, но было каждому столько, сколько ему нужно. И каждый получил столько, сколько он должен был съесть. И сказали, сказал им Моше, пусть никто не оставляет от этого до утра. То есть, это специальная тренировочная еда, такая, да, где Бог тренирует, даст Бог день, даст Бог пищу. То есть нужно натренироваться, полагаться на Всевышнего. То есть, что больше всего человека выбивает из состояния шалома? Страх. Вот он сейчас сел покушал, а он думает, а что я завтра буду кушать? И ему уже нехорошо. Он уже сейчас сидит и думает, а что послезавтра, а что через неделю, а что через месяц, а что через год? И давай себя пугать, пугать. И, конечно, если он подумает, сколько же мне еды-то надо на 10 лет ближайшие? И он представит всю эту еду, ему не хватает много. А другой человек скажет, смотри, вот я сейчас сижу, я покушал, я сыт, сыт, я полон, полон, все, что мне сейчас не хватает? Все хватает. А чего ты боишься? И вот тут как раз это то, что Бог хотел натренировать и показать. И сказал Муше, пусть никто не оставит от этого до утра. Ничего, поели, ничего не оставляйте на потом. И что они сделали? Они только что видели переход моря, они видели казни, они видели чудеса, мясо это им прилетело вечером, эти перепела. Тут этот ман. Но выло Шамуэль Маше и не слушали они Маше и оставили некоторые люди, не все, от него до утра. И до утра эта вся пища сгнила и, значит, и разгневался на них Маше. Маше Робену говорит, ну что же вы за люди такие, да? Даст Бог день, даст Бог пищи, ну сколько вас можно уже учить? Разгневался. И собирали они каждое утро, каждый сколько съест, и когда солнце выходило, начинал он таять. Отсюда мы знаем, что кто рано встает, тому Бог дает, потому что те, кто выходили после обеда собирать, уже было, оно все таяло. Значит, и было. Вот тут мы подошли к еще одному важному уроку, к которому мы сегодня как раз приближаемся. И было. В шестой день собрали они вдруг в два раза больше. А они знали, что нельзя оставлять на завтрашний день, а тут они собирают в два раза больше. И пришли они к Моше и говорят, у нас сегодня вдруг мы собирали, обычно собиралась одна баночка, сейчас у каждого по две баночки. Моше Рабаину говорит им, смотрите, это как раз то, что Бог нам говорил, что сейчас начинается шаббат. Вот это была пятница, как сегодня, начинается шаббат. Святой день для Бога будет завтра. Ничего завтра вы не можете не варить, не выходить, собирать, а только вот это вам выпало на два дня. Завтрашний день это важнейший тренинг такой, да? Еще раз вы должны помнить, все от Всевышнего. Человек очень сильно в этом мире полагается на себя, на свои силы, на свои какие-то возможности, и он из-за этого в страхе, потому что, ну, если человек реальный, он понимает, что, но он не может ничего предсказать. Теперь Бог тренирует, полагайся на меня, я тебя обеспечу, у тебя будет еда, у тебя будет все, что тебе нужно, расслабься, достигни вот этого состояния шалома внутреннего, когда ты, это называется уверенность во Всевышнем, бетахон Баашем, и все, и когда у тебя будет вот эта внутренняя уверенность во Всевышнем, что он тебя любит, что он тебе все даст, это и называется шалом, значит, и тренируется он когда в шаббат, поэтому говорят шаббат шалом, шаббат шалом, это когда у тебя будет шаббат, вот этот день, посвященный Богу, когда ты, шесть дней, работа твоя будет делаться, а седьмой отдыхает, ты на седьмой день себе приготовил, и седьмой день, посвященный Богу, ты так подвис и кайфуешь, так вот идешь по жизни, да, хорошо, и, все, был у них шаббат, значит, все отлично, сегодня не найдете его в поле, то есть нельзя было в субботу выходить, собирать, теперь, что сделали, и было, в Аее, теперь, что, это вот, мы сейчас изучаем архетипы, как оно все было, и как оно все есть, и как оно все будет, и было, в день седьмой вышли некоторые из народа собирать, и не нашли, то есть, есть известная история, Рафзильбер рассказывал ее, что было два еврея, которые всю жизнь они дружили, только один был религиозный, он соблюдал шаббат, а второй был нерелигиозный, и он в шаббат работал, и вот они вышли на пенсию, сидят они на лавочке, два старика в Америке, в Америке они очень любят и умеют считать деньги, и тот старик, который работал по субботам, они были простые, работяди такие, работали на заводе, тот, кто работал по субботам, он посчитал вдруг, и говорит, слушай, говорит, я каждый год работал на 50 дней больше, чем ты, за 30 лет на заводе я наработал полтора, полторы тысячи часов, полторы тысячи дней больше, чем ты, это 5 лет, я за 5 лет, если взять годовую зарплату за год, я за 5 лет должен был заработать, например, там, ну у меня должен быть как минимум быть еще один дом, то есть я должен быть намного богаче, чем ты, где мои деньги, я работал по субботам, а мы с тобой живем одинаково, а ты каждую субботу сидел с детьми, с внуками, значит, радовался жизни, отдыхал, а я работал, где мои деньги, а тот ему говорит, то, что в субботу заработано, оно нет на этом брахи благословения, и эти деньги уходят на врачей, адвокатов, там, и так далее, значит, некоторые вышли собирать, не нашли они, и тогда сказал бог Моше, до каких пор вы не будете, вы будете продолжать не соблюдать мои заповеди, и тору мою, ну до каких пор вы будете отказываться, ну что нужно сделать уже для вас, чтобы вы поняли, что бог управляет не только миром, но и отдельным человеком, и всем еврейским народом, и всем миром, всеми людьми, ну что вам нужно, то есть вам нужно, вот инструкция, делай то, что бог сказал делать, и будет у тебя все великолепно, что еще нужно, как доказать, то есть уже хлеб с неба падает, эти перепела прилетают, море расступается, казни происходят, что еще надо, чтобы доказать, что даст бог день, даст бог пищу, и что нужно спокойно выполнять заповеди Всевышнего, значит, это сказал бог Моше, смотрите, продолжает он, теперь Моше обращается к евреям, смотрите, бог дал вам субботу, поэтому он дает вам шестой день, хлеб на два дня, и чтобы вы сидели спокойненько, каждый, где сидит, в своем доме, и не выходили из своего места в седьмой день, ну все, спокойненько, шаббат, отдохните, расслабьтесь, получите удовольствие, понаблюдайте, что ничего в мире не изменится, если вы перестанете волноваться, работать, мучаться там, волноваться за завтрашний день, день такой, называется шаббат, это 1,60 грядущего мира, вот, даст бог пищу, а там уже и так, все как бы, все будет духовное, хорошо, дальше, написано так, воиш быту, аам баем ашви, и отдыхали люди в седьмой день, ну дальше рассказывается про ман, какой он был ман, и сказал, значит, Моше, вот, давайте возьмем этот ман, вот этот вот хлеб, который спускается с неба, и этот ман, красный тень, не включится, сейчас включится, включилась, да, видите, даст бог день, даст бог пищу, не надо волноваться, один интернет отключился, второй интернет подключился, все отлично, все отлично, это Всевышний нам дает примеры, как работает система, что всегда есть замена, ты надеешься на одно, Всевышний тебе даст другое, но, в принципе, процесс не заканчивается, у меня домашний интернет выключился, а включился интернет на телефоне, и все отлично, работает, все, кому надо, услышали, значит, двигаемся дальше, ман этот, он на все поколения, на все поколения, он является свидетельством того, что даст бог день, даст бог пищу, и вот этот главный страх за завтрашний день, который есть у большинства людей, который двигает людьми, он как раз этот страх, и является индикатором того, насколько ты веришь в бога, то есть, если ты веришь в бога, по-настоящему веришь, доверяешь, полагаешься на него, тогда ты не боишься завтрашнего дня, тогда ты понимаешь, что завтра все будет хорошо, и на небе все будет хорошо, моя задача соблюдать заповеди, обо всем остальном бог, обо всем остальном бог позаботится, все, все понятно и четенько, да, слава Всевышнему пишут, пишут люди, а если, а если бог, вот смотрите, интересно, я всегда думал так, особенно в молодости, не знаю, у меня было какое-то внутреннее ощущение, вот этого, я всегда говорил, что, ну, я так думал, если мне будет везти, да, я это называл везет, так мне не нужно думать там, о завтрашнем дне, что-то откладывать, копить, если мне не будет везти, так сколько бы я ни скопил, я все это потеряю, и я вот вижу своими глазами, есть многие люди, которые, они копят, 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 как есть известная история, как Рабинович, он всю жизнь собирал на черный день, и он сидит уже старый такой, всю жизнь себе во всем отказывал, и говорит своему знакомому, говорит, смотри, говорит, я всю жизнь собирал на черный день, когда он уже наступит, говорит, я столько накопил, не знаю, что с этим делать, да, шло мамелых книги Каэлит, в Экклезиасте, он объяснил, что Бог тебе сегодня дает, сегодня радуйся, благодари Всевышнего, радуйся, веселись, выжимай, самую максимум радости из каждого дня твоей жизни, потому что наступят, он пишет 12 глава, такие времена, когда ты вообще будешь не рад, что жив, и эти времена, если наступят, тебе никакие деньги не помогут, а бывает, что они наступают из-за того, что человек накопил много денег, потом пришли его, и, значит, это называет царь Соломон, что видел я богатство, которое хранилось для зла, для зла человеку, да, вот, теперь, значит, правильно, многие говорят, а что же делать, а делать, Бог же сказал, что делать, Бог сказал, что нам делать, служить Всевышнему, соблюдать заповеди, учить Тору, заниматься добрыми делами, качественно выполнять свою любимую работу, для того, чтобы и вам было в радость, и людям вокруг вас было в радость, любить свою семью, любить своих детей, благодарить за каждый момент жизни, который у вас есть, благодарить Всевышнего, много дел, есть чем заниматься, то есть все отлично, сейчас Шаббат Шаломон, наступает Шаббат, приготовить еду, кого-то пригласить можно в гости, кому-то сходить в гости, кому-то пирожок отнести, какой-нибудь, да, приятное сделать, то есть масса дел можно сделать, или же можно беспокоиться все время о завтрашнем дне, и, и, работать в Шаббат, потому что думать, что я себе что-то там наработаю дополнительного, ничего в Шаббат нельзя наработать дополнительного, все, друзья, удачи, успехов, Шаббат Шаломон, спасибо, что вы приходите, спасибо, что вы поддерживаете ВАИКРА наш проект, спасибо, что вы поддерживаете других лекторов, это очень важно, потому что люди, многие, которые посвятили себя служению Всевышнему, то вы для них, когда вы им помогаете, если особенно деньгами вы помогаете, то вы для них как ман, то есть вы становитесь как хлеб, который с неба, да, представьте, как многие говорят, вот религиозные не работают, так правильно, написано, тот, кто принимает на себя Ярмо Торы, с того Всевышний снимает заботу о пропитании и бремя властей, то есть они работают на Всевышнего, Всевышний кормит маном, кто является проводниками мана, есть люди, которые, мало того, что они жизнью недовольны, они еще нашли причину злиться на религиозных, то есть им и так в жизни проблем много, они еще нашли себе проблему, а что это религиозные деньги получают с неба, то есть у них кроме своих проблем, они еще решили послиться то, что религиозные получают деньги с неба. Теперь, а есть люди, которые говорят, как это круто, я работаю, но я могу сейчас быть ангелом для Всевышнего и передать ман, то есть я им передаю ман, вот это вот сдака, там, милостыня, помощь, которую вы даете, это как ман для людей, да, с неба. И вы в этот момент становитесь реально проводником Всевышнего, ангелом. Вот, чтобы мы были удостоились быть ангелами, чтобы если нам кто-то помогает, чтобы мы были благодарны Всевышнему и тем людям, которые нам помогают, и чтобы с Божьей помощью было в жизни шалом, только шалом. Шаббат шалом, шалом в душе, шалом в отношениях, шалом в семье, шалом, но все начинается с внутреннего шалома, да, установить внутри вот такую вот понятную, четкую систему. И вы знаете, вот интересно, это у меня буквально последнее на этом хочу закончить, вот я сейчас изучаю разные-разные системы психологии и так далее, то есть все эти системы психологии это попытка достигнуть шалома в душе, то есть все идут к одному. Вылечить психическое заболевание это достигнуть шалома в душе, чтобы человек успокоился. В принципе, все люди гонятся за тем, чтобы был шалом в душе, но так как они гонятся по тем схемам, которые не работают, то они пытаются нащупать эту схему там. Даже тот человек, который обижает другого, он думает, что ему станет лучше, то есть он думает, я сейчас его обижу или скажу на него плохо, и мне от этого станет лучше. Все равно он ищет, чтобы ему было лучше, но он настолько тупо это делает, что получает хуже. Даже тот, кто потом его садят в тюрьму, он же хотел как лучше. Он думал, я сейчас украду, на эти бабки маме подарю там что-то, жене подарю что-то, наркотиков прикуплю, кайфану. Там, я не знаю, что они еще думают, те, которые воруют, да, но они тоже хотят, чтобы было хорошо. Но это тупо, потому что потом он сидит 10 лет в тюрьме в таких условиях и думает, вообще, вот это совсем неожиданный результат. Я совсем не настраивался на тюрьму, вообще мне это не надо было, вообще не надо было. Но есть Тора, Всевышний, он сказал, ну до каких пор вы будете выдумывать себе, как жить? Вот вам, пожалуйста, вот мои заповеди, вот мои законы, вот все добро, честность, любовь и так далее. Ну что вы все ищете, да, вот оно вам. И если вы будете соблюдать, будет у вас все, будете здоровы, будут у вас деньги, будут у вас любовь, будут хорошие отношения. Только соблюдайте мои заповеди и установления. Все. Все, дорогие друзья, шаббат, шалом, удачи, успехов и счастливо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok